Завершающий матч этого тура между ТОП ДИЛ и Старой Школой завершился, со счетом 4-2 в пользу ТОП ДИЛ. Второй раз ребята выиграли за этот чемпионат, в концовке можно даже сказать, Александр Лукьянов и Степин Илья. Сань, как здоровье в первую очередь? Там получил по ногам. Нормально в целом, там гематома небольшая, ходить можно, а больше-то нам ничего не надо. Спасибо ребятам за игру. Как всегда, упорно с ними играть интересно всегда. Ребята, в принципе, нашего уровня играют в свой футбол, пытаются жестко играть. Сразу установка от Макса, от Лехи была, чтобы как минимум не проиграть эту борьбу. Не проиграем борьбу, соответственно, матч можно играть абсолютно на равных, как минимум. Ну, что бы показала игра. Борьбу не проиграли и в концовке опять вырвали победу. Это, конечно, наш Джокер Кракен, которого выпустили всю игру. Он сидел у нас травмированный. Выпустили в конце Степанова, который решил исход матча, забив два гола. Так что вот так. Ну, ты не понаслышке знаешь, как играет старая школа, да? Ты же играл в задней френчиле. Да, да. Всегда. Это со времен еще ночных турниров, мини-футбола. Это всегда... Олдскул славился именно такой жесткой борьбой, которой они никогда не убирают ноги. За это, ну, как бы парни молодцы. Они, да, где-то, конечно, уже перегибают, там, как цвет бывает. Но они такие, они всегда были такие. То есть это со времен, там, двухтысячных годов, там, 2008-2007, когда мы там начали играть. Это всегда было и всегда за счет этого, за счет характера выигрывались матчи. Илюх, второй раз вам не удается обыграть топ-дел, причем обидное поражение в самом конце. С чем это связываешь? Ну, понятно, там ребята тоже в борьбу идут, не боясь, но все же. Ну, спасибо Собянику за игру сегодня. Реальный матч был жесткий, на самом деле. Много стыков, борьбы. Не знаю, при 2-0, конечно, обидно вот пропустили. Стало 2-1, там, надо было забивать третий, и, к сожалению, Кирюха не смог там пробил. Защитник вынес, и вот второй гол залетел, и, видимо, уже как-то внутри подавлено все стали чувствовать. Потом все. А у ребят пошел кураж, и они смогли использовать все моменты, которые у них были. Ну, потому что вперед уже надо было идти при счете 3-2, там что оставалось, минута. Фрол пошел на навес. В принципе, моменты были опасные, могли и забить. Ну, воротчик сегодня спас у них, по разу очень прилично. Ну, считаю, что и Фрол хорошо играл, и у них вратарь тоже. Получается, что, ну, как Саня правильно заметил, что все-таки олдскул славится такой жесткой игрой, и, наверное, вы лучшая команда вот по этому показателю. Но, как показывает практика, топ-дилл, походу, от вас не отстает, не? Как считаешь? Да, я не думаю. На самом деле все игры, сколько ты видел, сколько играют против Старышкова, на самом деле. Тут очень было мало матчей, где, блядь, против нас играют не так же, как и мы. Поэтому футбол был все неравный, кому-то повезло меньше, кому-то больше. Топ-дилл, просто, я говорю, почувствовал в конце уверенность в своих силах, пошел вперед. Стали больше бить по воротам, соответственно, защитники. Может, где-то перестроения у нас неправильные были, наверное, в концовке, к сожалению. Хотели освежить последнюю линию, но это сыграло, наверное, ключевую ошибку. А не могло повлиять на то, что Саня Шаряев, который обычно командует командой сбровки, сегодня вышел на поле и, наверное, не мог так активно подсказывать им? Слушай, да Саня хороший матч, на самом деле, провел. Я не знаю, что он заменился, видимо, сил уже не хватило на последнее время. А так, он тоже хочет играть. Сегодня вышел, показался, как действительно капитан, ввел команду вперед. Ну, не получилось в конце, но бывает. С каждым случается. Как думаешь, Сань, вот эта победа топ-дил яркая, очень яркая. И даже по эмоциям, когда вы там после матча начали дружно кричать топ-дил, топ-дил. Вернет ли она команду в колею побед? Все-таки вам очень нужно сейчас набирать очки, чтобы выкарабкиваться из зоны вылета. Ну, надеюсь, конечно, да, это придаст уверенности, ребята. Мы начнем, потому что у нас что ни матч, то мы просто сами себе привозим, играем абсолютно на равных с любым соперником и привозим сами себе голы. То у нас мы не доигрываем, там в самом начале, в первые 10 минут сразу пускаем, то мы в концовке что-то, и всегда, всегда чего-то нам не хватает, да. Надеюсь, что сейчас уверенности прибавится. У нас каждый матч как финал, играем уже, просто зарабатываем очки, потому что разницы играть с кем абсолютно нет. Мы боремся там, что с первым местом, что, как вчера показала практика, с последним местом 5-4, просто борьба до конца была. Изобилие только в конце. Так что разницы там, с кем играть и когда играть вообще никакой. Каждый матч как финал. Я уже до этого спрашивал двух твоих сокомандников, Макса Михайлова и Леха Васильева. Получается, что топ-дил команда концовок, потому что только в конце вы можете вырывать победы. Чаще всего вы проигрываете по ходу матча и в самом концовке добавляете. Иногда этого не хватает, но вот сегодня хватило. Получается, топ-дил нужно просто додержаться до конца, чтобы потом переиграть соперника? Да нет, нам надо просто в игру входить как-то более сконцентрированно. Мы очень часто пропускаем в первые минуты. И, соответственно, потом тяжело входить в игру при минус один, при минус два даже. Конечно, уже как бы тяжелее. Надо как-то стараться более начало, более сконцентрированно играть в каждой игры. А там уже, да, конечно, разыгрываешь. Через какое-то время разыгрываешься, уже ноги начинают бежать. И уже играть проще. Проще начинать с 0-0, чем с 0-2. Еще. Да? Все. Спасибо за интервью. Спасибо за интервью.